Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. На Рязанской земле прошел крупный теннисный турнир, второй категории, участие в котором приняли 130 спортсменов из 8 стран. Большинство теннисистов были из России. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с победителями турнира и с явными фаворитами на Рязанской академии тенниса. Подробности у Анны Герцовской. Прошедший турнир носит название «Кубок Озерова». Он проходил в одноименной академии, носящей имя советского чемпиона Николая Озерова. В его честь на кортах есть специальный стенд, где все желающие могут оказаться чуть ближе к истории великого теннисиста. Этот турнир проходит 29-й раз. Рязань его принимает впервые. У ребят первое место занял Михаил Соколовский из Москвы, второе место занял из Сербии Марк Камиладинович. Второе место у девочек занял. Первое место заняла Грачева Варвара из Жуковского, это Московская область. Второе место также из Московской области Анастасия Харитонова, город Подольск. У победителей турнира есть далеко идущие планы. Сейчас, прямо через неделю я уезжаю в Бельгию тренироваться, потом в Испанию готовиться, скорее всего, и поеду в Новый Молдонный, Нью-Йоркский. Самый крупный турнир пока что для меня будет. В финале Михаил победил хорошо известного для себя противника. Игрока из Сербии, на самом деле, мой друг хороший, и просто ему чуть труднее, чем мне пришлось с этими погодными условиями справляться. Погодные условия принесли помехи всем участникам турнира. Из-за сильного ветра спортсмена пришлось подстраиваться под ситуацию. Сегодня соперница была сложная, так как она левша. Ну, правши и левши – это действительно сложно играть, когда другое вращение. Она хорошо режет, она так, бегает и всего. Вчерашний матч был легким относительно этого. Потому что девочка была правша, я играла в свою игру, у меня все хорошо получалось. Ну и не было вчера такого ветра, как сегодня. Да, погода, да, погодные условия оставляют желать лучшего. Может быть, с этим ветром действительно проще справиться только русским людям, ведь оба победителя из России. Где наши не пропадали? Мы приспосабливаемся к любым условиям, каким только можем, ну, какие только существуют. Мы можем выжить абсолютно везде. В сегодняшний день, да, он был действительно сложный, но я все равно рада, что я справилась. Мастерство спортсменов позволило им выстоять и в другой непростой ситуации. Теннисный центр только построили. Грунтовые корты, они просто имеют такую специфику, что, ну, им нужно время, там, пару лет, чтобы, когда этот грунт, он уляжется, вот, он был, ну, мягковат был. Поэтому, ну, все были в равных условиях, это, от этого никуда было не деться, это вот такая специфика грунтовых кортов. И, в целом, нормально, но в течение всего турнира рабочие, вот, академии работали, укатывали корты, готовили их, там, до 12, до часу ночи. Поэтому им большое, большое спасибо всем сотрудникам академии. Они старались, чтобы изъянов не было. С первых дней изначально он был не очень готов к соревнованиям, но к финальной, к финальной стадии мы ему подготовили очень здорово и претензий нет абсолютно. Во время проведения этого турнира нашей съемочной группе удалось взять интервью у явной фаворитки Рязанской академии тенниса. Анастасия Гасанова переехала сюда из Саратова, осталась на постоянной основе тренироваться у Елены Брюховец, знаменитой олимпийской чемпионки. Не так давно Анастасия стала победительницей турнира первой категории. Участвовали из разных стран, в основном из России. Турнир «Веститысячник» уже WTA, взрослый рейтинг там. Он проходил недавно в Химках. Сложный для меня был турнир, но все-таки смогла и выиграла. Как он назывался? Один «Проперти» с «Леди Скап». С кем ты в финале сразилась? Откуда была девушка? Откуда была? Из России была, из Москвы. Яна Сизикова. Самый сложный мальч для меня был тогда. Сколько ей лет? Ей 22. А тебе? Мне 16. Ну вот как тебе удалось у нее выиграть? У нее же, наверное, опыта побольше и все прочее. Может быть, у тебя сила, удача? Или может быть, действительно здесь какие-то супертренеры? Ну, мне характер помог скорее и выносливость. Я смогла больше бегать. И, я думаю, тренировочный процесс у меня получше. По словам Анастасии, после победы она почувствовала легкость, поскольку турнир был очень тяжелым. Каждый матч спортсменка играла приблизительно по три часа. Это первый подобный турнир в твоей карьере или нет? Уже были такие? Были уже. Это пятый. WT? Да. Ты такая крутая. Что дальше хочешь делать? Расскажи, планы. Ну, дальше буду играть турниры более высокого уровня. И, скорее всего, буду в начале года следующую играть в «Астралинофу». Следующий турнир у тебя когда? Через неделю в Корее. Какой? 25-тысячник. Это повыше уровень, чем я играла. Но, мне кажется, у меня есть шансы. Остается пожелать Анастасии удачи. И стоит сказать, что здесь, в Академии тенниса, собираются лучшие спортсмены страны. Они переезжают тренироваться и жить в Рязань. На базе нашей Академии тренирует великолепный тренер, известный во всем мире, Елена Юрьевна Брюховец. Несколько тренеров-мастеров спорта. Там Карпф Игорь, Голлачев, Алексей. Она их привлекла тоже с собой. Академии у нас шикарные. То есть, 18 кортов. Есть грунт, хард. Не только тренеры, но и хорошая материальная база Академии притягивает сюда людей. Среди рязанских спортсменов тоже есть талантливые люди. Но руководители Академии надеются, что в скором времени их станет гораздо больше. Сейчас принято в штат несколько тренеров рязанских. И тоже на корты они пришли с рязанскими детьми. То есть, сейчас будем смотреть, как выстраивать отношения. Вопрос в том, что главное, чтобы дети тянули уровень тех детей, которые тренируются именно по госзаданию в Академии. Ну, вот считается, что спорт, в принципе, не дешевый. Но, может быть, талантливые как-то могут уже со скидкой, допустим, как-то учиться? Нет, а безусловно. У нас именно есть госзадания. То есть, деньги из бюджета, которые выделяются на зарплату главного тренера, на содержание, проживание детей, на аренду для них кортов. То есть, так и есть. Если человек, там, даже Гасанова, она находится в экспериментальной сборной сейчас, то есть, она, ну, получает практически все. Так что теннисом можно заниматься и бесплатно, если приложить для этого свои старания и усилия. А мы будем и дальше следить за развитием событий, освещать те турниры, которые будут проходить на территории Рязани. К слову, в планах этой Академии в скором времени возможно проведение турниров первой категории. Это высшие профессиональные соревнования, мировые первенства. Конечно, не только в теннисе сильны рязанские спортсмены. Недавно, например, рязанка, причем очень юная, стала призеркой соревнований по очень необычному виду спорта. Казалось бы, метание ножей – увлекательное занятие для серьезных мужчин. Это вид спорта, который требует физической подготовки, внимания, сосредоточенности, упорных тренировок. Можно сказать, что это настоящее боевое искусство. Конечно, метание ножа является одним из самых экзотических, красивых и зрелищных видов применения этого вида оружия. Сила удара летящего клинка в полтора раза больше, чем при простом ударе ножом. Именно поэтому с древних пор искусство метания ножа привлекает к себе столько внимания. В последнее время в нашей стране очень активно развивается спортивное метание ножей. Множество любителей экзотических развлечений полюбили этот интересный вид спорта. То, естественно, соревнования по этой необычной дисциплине в наше время не такая уж редкость. А тот факт, что рязанцы на них не только выступают, но и занимают призовые места, не может не радовать. А уж когда в числе призеров юная девушка, об этом точно нельзя не рассказать. Рязанская спортсменка Анкира Нинахова заняла третье место на пятом звездном турнире по метанию ножа в категории «Девочки до 12 лет» на дистанции 3 метра. Турнир проходил с 1 по 2 мая в городе Пушкино. Кира тренируется в рязанском спортклубе «Пересвет» под руководством Юрия Гилева. Мне очень сильно нравится. Что тебе нравится? Мне особенно нравится метать топоры. Почему? Не знаю, мне просто очень нравится еще. А они тяжелые как вообще? Один тяжелый, один легкий. Получается? Да, получается. У меня очень хорошие впечатления, мне очень нравится. Вот такое вот, казалось бы, не детское увлечение. Ну и, конечно, хочется пожелать юной спортсменке силы духа и дальнейших многочисленных побед. А на этот вид спорта действительно стоит обратить внимание. Хотя бы потому, что любой метатель ножей непременно получит свою порцию внимания, уважения и восхищения. К тому же метание ножа развивает ловкость, глазомер, координацию и вестибулярный аппарат. Здоровый спортивный образ жизни, конечно, хороший показатель не только личных качеств человека. О том, насколько культивированы занятия спорта, можно судить и о здоровье нации в целом. И хочется думать, что благодаря возрождению комплекса ГТО в современной России подрастающее поколение вырастет на зависть всем. Рязанские школьники, в свою очередь, с радостью пробуют свои силы и издают довольно непростые нормативы. Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак ГТО на груди у него больше не знают о нем ничего. Сообщил читателю Самуэль Маршак в известном детском стихотворении 1937 года рассказ о неизвестном герое, в котором пожарные, милиция и фотографы разыскивают 20-летнего парня, спасшего из огня девочку. Ирония стихотворения заключалась в том, что у значкистов ГТО в то время было больше половины населения страны, и каждый был готов к труду и обороне. Комплекс ГТО в 30-е годы сыграл огромную роль в развитии массового советского физкультурного движения. Сдавая нормы ГТО, миллионы юношей и девушек приобрели всестороннюю физическую подготовку и закалку. Благодаря активизации физкультурного движения уже в 1934 году в стране насчитывалось около 5 миллионов физкультурников, половина из которых была значкистами ГТО. Большая притягательная сила комплекса ГТО открыла дорогу в спорту для миллионов юношей и девушек. Выполнением нормативов ГТО начали свой путь замечательные советские спортсмены, ставшие победителями крупнейших международных состязаний, высоко поднявшие над миром знамя советского спорта. И вот в марте 2013 года на совещании по развитию детско-юношеского спорта Владимир Путин предложил воссоздать систему ГТО в новом формате, с современными нормативами. 24 марта президент подписал указ о старте проекта по возрождению системы ГТО. При этом решено было сохранить старое название «Готов к труду и обороне», как дань традициям нашей национальной истории. На данном этапе могут сдавать нормы ГТО учащиеся в общеобразовательных школ стран и учреждений. В следующем году, в 2017, уже все население в возрасте от 6 до 70 лет и старше смогут сдавать нормы ГТО. И вот мы снова готовимся к труду и обороне. А получить значок отличия оказывается достаточно легко. Для того, чтобы стать участником движения «Готов к труду и обороне», необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО, заполнить все свои персональные данные, написать заявление, отправить его в центр тестирования ГТО. Центр тестирования сформирует, все обработает, всю информацию и сформирует график сдачи норм. В это время вы сможете уже прийти и сдать те виды, которые вы выбрали. Для того, чтобы получить знак отличия, они бывают серебряные, бронзовые и золотые, необходимо сдать определенное количество нормативов. 10 мая сдавали нормы ГТО ученики Рязанской школы номер 3. В стенах учебного заведения мальчишки и девчонки в течение нескольких дней демонстрировали свою физическую подготовку. Ребята выполняли упражнения на гибкость, подтягивались, отжимались, сдавали челночный бег, бежали кросс. Я сдал, первый этап прошел, второй нет. Но в сентябре будет еще одна попытка. Я постараюсь за лето улучшить свой результат. Я сдавал подтягивания и гибкость. Гибкость у меня на серебро. Подтягивания я сдал на золото. Вчера я сдавал упражнения на гибкость и сдал их на серебро. Сегодня я сдавал упражнения на подтягивания, сдал их на бронзу. И буду продолжать выполнять нормативы ГТО. Со школьниками встретилась начальник городского управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кощеева. Она похвалила их за правильный выбор, отметив, что регулярные занятия спортом являются основой здоровья и долголетия. Сегодня мы в третьей школе присутствуем на уроке, где принимают нормы ГТО. Всех желающих ребят, кто записался, кто зарегистрировался на сайте и хочет померить свои силы, на какой уровень физической подготовки он способен. По словам Марина Кощеевой, сейчас нормативы программы физической подготовки хотят сдать 20 848 детей. Особый интерес к значку ГТО старшеклассников при поступлении в ВУЗы и СУЗы, но он дает от 2 до 10 дополнительных баллов. В общем, спорт – это жизнь, а здоровый образ жизни, к счастью, становится все популярнее день ото дня. И на сегодня это все. Будьте спортивными и здоровыми, и пусть всегда у вас открывается второе дыхание. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА